Вчера у нас в 14.20 начал стабильный снегопад в городе Чубасара. В настоящее время он до сих пор продолжается. Единственное, получается, что период с пол первого ночи до двух часов ночи был затиший, а так в целом он идет не переставая. С такой же интенсивностью, как он начался. В целом, в среднем пока выпало по ряду источников до 10 сантиметров осадков, за один день весь город полностью у нас в сниму стал. То, что делается с нашей стороны, по предприятию Дорос, у нас 92 единицы спецтехник, которые задействованы будут на улице города. В ночь вышло сегодня у нас 38 единиц техники. Именно в ночь первая смена отработала у нас. Мы в 14.20 начали снегопад, в 14.40 вся техника была уже в городе. Потому что мы заранее были готовы к тому, что снегопад уже начнется в это время. И мы распределили по районам города, по ряду улиц уже технику заранее. И в 14.40, можно сказать, уверен, что по всем дорожным сетям, сетям центральной части города и по районам она была распределена полностью. Первые пошли у нас комбинированные дорожные машины, которые чистили, посыпали песчано-соленой смесью дороги нашей улицы. В течение четырех часов данная смесь, она уже при интенсивном движении колес и машин начала работать. И после четырех часов мы ее начали уже полностью собирать. Первой полностью уборкой всех центральных улиц мы завершили первую смену где-то в пределах ближе к 8 часов. Вторая смена вышла в 9.30 вечера, и мы работали лично с моим участием. Я сам лично ввозил полностью колонну, несколько колонн по городу. И мы вторую смену завершили в 8 утра. На своей машине, на УАЗике, на Патриоте, сам за рулем, и впереди колонны, и сзади колонны мы ехали, направляя корректированный маршрут уже непосредственно согласно увиденной ситуации конкретно по определенным улицам. И поэтому это было более эффективно, поэтому я осуществил нужным, что будет более правильно, когда идет эффективная работа на месте. И есть люди, которые диспетчера, которые находятся в диспетчерном пункте, корректируют в этих составах, а я уже конкретно на местах, уже подкорректирую конкретные ситуации на местах в целом. Центральная часть города, первая уборка произведена ночью, где-то ориентируется на 1 часов ночи. Потом мы были в северо-западном районе, в московском, в юго-западном районе, в Калининском районе, в сторону Агерского бульвара, аэропорта. И потом вернулись уже повторной уборку центральной части города уже к 4 часам утра. Это Карна Марса, улица Ленина, привозальная, престанционная, технические проезды и так далее в целом. Вот. И весь коллектив, весь состав водителей, они вышли на свои закрепленные рабочие места, ответственно довольно-таки подошли к этому делу, я это сам лично наблюдал, видел. Поэтому хочу однозначно сказать, что в целом и вчерашний день, и вчерашняя ночь была полностью качественным образом работа произведена в черте города, нашего города. Много маршрутных такси было, довольно-таки на летней резине было, это было очень наблюдалось на самом деле. И много легковушек, легковых машин, которые были полностью на летней резине. 1 ноября завершили установку системы мониторинга на спецмашинах в количестве 50 единиц. И сегодня можно наглядно посмотреть любой технике, которая выехала с территории Доракса, в каком месте она, в какое время была и убирала. Сразу корректировать уже в реальном времени, куда его направить. Лучше всего. Вот мы сейчас 4 дни техники новую закупили, так что вся она работает. Уже в кроссовершенном режиме, повторюсь. И все люди, довольно-таки у меня коллектив, по диспетчерному пункту, по эксплуатационным должностям, все они работают в кроссовершенном режиме сейчас. Если в течение суток идет, не переставая снегопад, то надо понимать, что работа ведется нашей службой. Просто есть определенный регламент зимней уборки, когда первые 4 часа разбрасывается полностью по всей дорожной сети печально-сореванной смесь, потом она отлеживается и в последующих, после 4 часов, она в течение 6 часов должна убираться. Вот мы этой работой и производим. Есть уверенность в том, что мы максимально работу свою произведем на должном уровне. Настрой есть, техника есть, будем работать. Продолжение следует...